Друзья, в одном из видео предыдущих, где-то, по-моему, на ютубе оно точно есть, архитектура, концепция и тенденция, я говорил про то, что Monolith плавно перетек в микросервисы, но когда микросервисов стало слишком много, потому что их поддерживать эта инфраструктура, инфраструктура стоит денег, в общем, чтобы уменьшить количество микросервисов, я полагаю, ну не только я, на самом деле, что будет тенденция двигаться к тому, чтобы появились так называемые модульные Monolith. Я и в этом видео рассказывал, и, собственно, и в других. Суть в том, что я когда-то делал Ice Product Net Core модуль, называется AppDefinition, и он позволял на WPPI делать вот эти вот самые плагины, модули, которые могли разрабатываться отдельными командами, ну, то есть, вне основного проекта, соответственно, доставка осуществлялась бы посредствами CCD, просто DLL в конкретную папку. Так вот, поговорив на этом видео про модульный Monolith, я подумал, как же можно было бы сделать этот самый модульный Monolith. Причём, хотелось бы использовать, например, MVVM Pattern, собственно, какой-нибудь, там, я не знаю, Community Toolkit, а ну, не просто их использовать, а ещё подключить сюда системы плагинов. И, надо сказать, я в этом видео у вас с ним познакомлен, но это будет вступительное видео, я хочу сначала объяснить, как это примерно работает, чтобы вы понимали сам принцип, саму основу, то есть то, с чего, собственно говоря, начали. Давайте переключаться в Visual Studio, и я вам кое-что покажу. Итак, краткое отступление. Можно, в принципе, открыть Visual Studio, нажать кнопку «Создать .pf application» и потом вручную накидать в него всё, что нужно для того, чтобы оно стало из простого в приложении на MVVM. Я создал такой шаблон, в который уже положил MVVM Toolkit, уже положил dependency-контейнер, уже положил логирование в debug-консоль Visual Studio, добавил serialog hosting, ну, чтобы можно было логировать, и добавил sync, так называемый, который позволяет логировать файл. Так вот, если вы не хотите каждый раз вот это всё устанавливать, я вам предлагаю тоже, собственно говоря, установить этот шаблон. Делается это очень просто. Я сделаю таким образом. У меня он уже установлен, и я покажу. Я в консольном приложении, ну, или в PowerShell, или в терминале, выполняю эту команду, вот, ну, и говорит, что у меня он уже установлен, но я его переустановил, и вот эта штука. То есть можно из консоли выполнить вот эту команду, то есть .net new install, нет, new, dpf, что там, MVVM. Этот шаблон, ну, то есть указать ему название, папку, он создаст его, ну, я буду использовать Visual Studio, как нарисовано вот на этом. Вот. Ну, кстати, в райдере вы тоже можете это сделать, и на выходе, в общем, вот такая штука у вас получится. Так как у меня этот шаблон уже установлен, я просто открою Visual Studio, создам новое приложение. Вот он у меня этот шаблон, я уже его использовал примерно, вот, итак, сейчас desktop, давайте так, template, я просто хочу убедиться, что он у меня есть. А, MVVM, вот он он. А вот, когда вы установите в консольной строке вот этот вот тип проекта, у вас он тоже появится, я вот так вот убираю, нажимаю, здесь я, давайте, напишу, вот такой вот, бусти, чтобы не терять, а здесь какая-нибудь, давайте, колобонга, ну, пусть называется Shell, это вот то, что будет пользователь открывать, чтобы увидеть там какие-то плагины. Так, достаточно, давайте вам кроме создадим, dotlet 8, идеальный вариант. Вот, сейчас эта штука немножко позагружает зависимости, уже позагружал, то есть я его уже могу запустить, ну, почти, ну, почти, ну, вот сейчас точно могу. Вот, и когда он запустится, вот, я вижу перед собой MVVM-приложение, которое уже работает. Почему MVVM? Потому что здесь, как вы уже знаете, как я уже говорил во всяком случае, есть dependency-контейнер, которым я вот здесь вот зарегистрировал само окно, и VueModel к нему, даже есть какой-то сервис для демонстрации. Здесь у меня есть какой-то базовый VueModel, да, вот он, и здесь используется community-tool, то есть, обратите внимание, private string title превращается, ну, вот если быть честным до конца, сейчас мы проверим, вот здесь вот я напишу title с большой буквы, как вы видите, он уже у меня, его 13, он уже у меня сгенерирован, то есть, это модуль, который позволяет, то есть, MVVM-toolkit, нет, community-toolkit.vvm как раз позволяет вот это все генерировать на лету, это просто прям супер, как быстро я создал такое свойство, оно прям его раз и сгенерировало, прям на лету. Найти сгенерированные можно вот здесь, в анализаторах, по-моему, это, нет, не здесь, cross, source-генератор, да, вот здесь, и давайте так вот отодвину, здесь вот есть найти Fire, Relay, где-то тут, я не вижу, ну, я не вижу, честно, но точно он здесь есть, может быть даже, нет, я не помню, ну, давайте на все потыкаем, конечно, вот оно, вот этот VueModel, вот как раз он сгенерировал. Ну, суть не про то, что это можно, а про то, из чего я начинаю проект, вы можете это все подключить, соответственно, автоматически, единственное, что я здесь сделал некоторые переделки, в том числе, чтобы можно было подключить логер, сделать вот этот вот dependency container интеграцию, ну, и здесь вот есть как раз получение вот этого Shell, это как раз Vue, Shell VueModel, это как раз тот самый VueModel, здесь, в конце концов, это все склеивается вместе и показывается окошко, ну, и уже супер, да, и если, допустим, сейчас нажму мою заветную кнопку, которая позволяет открыть мне проект, то вот здесь появится еще и папка logs, в которой, как бы, написано, вот, что у меня application shutdown, да, ну, то есть, надо сказать, что у меня, вот, shutdown есть, да, а стартапа нету, ну, давайте тогда вот так сделаем, application started up, вернее, тут он еще не старт, да, давайте вот так сделаем, чтобы прям красиво было, я прям запущу, вот она открылась, так, я опять закрыл папку, еще раз откроем, нет, еще раз откроем, кнопкой быстрой папку проекта, и вот я запустил, она стартап, теперь shutdown, то есть, пожалуйста, логируйте, очень удобно, мне очень нравится, более того, если я, допустим, breakpoint, вот тут вот поставлю и нажму debug, баг, то вот здесь, в output, я, по идее, где-то тут сейчас не вижу, но, по идее, должен видеть, ну, где-то тут, по идее, должна быть, ладно, неважно, в общем, это что может приложение, оно сейчас не может ничего, кроме как на форме, есть какая-то хрень, и давайте начнем с того, что приведем его прям к правильному знаменателю, для этого я создам папку views, где будут лежать мои все вьюшки, и папку view models, а я, да, ну, пусть запитает, еще, enter, теперь я возьму, main windows закинула view, а view model, соответственно, view model, ну, еще я сделаю такой вот, мне reSharper поможет, кстати, reSharper меня любезно предоставили бесплатно, потому, что у меня есть open-source проекты, то есть, JetBrains прям круто на этот повод, если у вас есть бесплатные open-source проекты, то вы сможете тоже получить, ну, во всяком случае, можете подать заявку на бесплатный reSharper. Вот, так, вроде бы все нормально, все отлично, ну, а теперь, собственно говоря, начнем писать код. Первым делом я создам папку, которая будет называться, ну, придет модулис, вот так вот она называется, модулис, я туда буду складывать как раз все модули, которые будут приходить извне, для того, чтобы эти модули мне как-то определить, так, давайте это закроем, это нам не нужно, мне нужно определить какой-то, ну, в core у меня папка есть, да, мне нужно какой-то интерфейс создать, давайте я как раз пока в папке core создам, пусть будет iApp какой-нибудь модул, вот такой вот шаповский класс. Этот модуль будет собой представлять, ну, давайте пока по-простому сделаем, опять же, я только для демонстрации, чтобы было понимание, что я делаю. Пусть это будет свойство какой-нибудь типа string, и пусть будет какой-нибудь модул name, например, а в интерфейсе нам setter не нужен. давайте создадим еще одно свойство, дескрипшн какой-нибудь, чтоб тоже, собственно говоря, был, ну, и пусть будет еще какой-нибудь, так, тоже сделаю, prop, string, допустим, автор, да, ну, да, пусть будет, какой-нибудь автор, не важно. Вот, теперь мне нужно сделать таким образом, чтобы этот вью-модел, ну, то есть этот интерфейс был доступен где-то в другом месте, ну, соответственно, в другой сборке. Ну, давайте я, наверное, сделаю правильно, и вот в этой папке давайте открою еще одну бижонскую студию, чтобы было понятно, я создам новый проект, этот проект будет у нас dpf-class-library, вот оно, и это абсолютно новый проект, поэтому я его тоже назову с полным там, напспейсом, пусть это будет shell, пусть это будет contracts или core, пусть будет core, contracts, наверное, больше подходит, давайте contracts, хотя, наверное, можно оставить core, вот, и пусть он лежит тоже в папке boostin, ну, чтобы мне было круче его находить, и я сейчас в этот проект создам, и теперь мне нужно, чтобы вот этот, вот я не нажал, мне нужно теперь, чтобы вот этот апп-модел переместился туда, я, соответственно, из shell'а удалю эти контракты, вот, здесь вот этот вот upshell сделаю, ctrl-x, и, соответственно, вот здесь и ctrl-v, ну, то есть, вот, вот здесь, вот, надо понимать, что мне нужно обязательно поменять namespace, это, естественно, я сделаю, contracts, ну, да, я его еще не правильно назвал, давайте я сразу правильно назову, contracts, так, вот, теперь что у меня есть, и, соответственно, из, а, он отсюда удалился сам, ну, и теперь мне нужно понимать, что это два разных объекта, я для начала сделаю их в одном месте, то есть не в один solution, а в разных, из одного solution добавлю проект в другой solution, это можно делать таким вот образом, вау, вот тут у меня есть boosty, и где-то здесь колобонна shell, вот он, и я добавлю вот этот вот, нет, мне нужен не shell, мне нужен contract, вот он, чуть ниже, я его сейчас добавлю, и вот, чтобы можно было из одного приложения, но с разных solution'ов управлять этим, я пока проект закрою, а вот, и теперь, соответственно, что мне нужно сделать, мне нужно добавить, как минимум, reference, одного проекта на другой, чтобы у меня вот здесь, в shell, появилась ссылка на контракты, все, теперь все отлично, собственно говоря, куда мы двигаемся дальше, мне нужно как раз, ну, давайте вернемся вот сюда, здесь нам, собственно говоря, ничего не нужно, я здесь создам list view, вот таким вот образом, и теперь, по идее, мне нужно, ну, давайте сделаем вот что, я сейчас сделаю какую-нибудь фейковую штуку, чтобы когда модули появятся, я уже мог явно видеть, что, собственно говоря, у меня получится, в итоге, после того, пока не загрузится, ну, давайте я создам, вот, какого-то entity, ну, пусть будет entity, сдам такая папка, я в ней создам, как-нибудь, ап моду, C Sharp, вот такой вот, сделаю его наследником от, iAppModule, мне нужно реализовать вот эти вещи, ну, в принципе, нормально, давайте сделаем, вот так, наверное, ну, пока не важно, давайте пока, вот так сделаем, вот, и, собственно говоря, мне нужно теперь в облюмодуле, ну, сделать, как раз, свойство, которое, ну, пусть называется, так, я здесь уже должен писать, с использованием, как раз, Community Toolkit, для того, чтобы он заработал, естественно, класс должен быть partial, я сделал его, от наследника, отапсировал, Object, ну, и, собственно, здесь можно теперь написать, private, пусть это будет какой-нибудь, observable collection, вот он, и это будет, iAppModule, отлично, и я его назову, с подчеркиванием, AppModules, отлично, а теперь, чтобы эта штука превратилась, непосредственно, прям, в свойства, мне нужно здесь поставить, отрибуток, все рыбал, property, вот таким вот образом, обратите внимание, она еще пока генерится, генерится, вот, все, сгенерировалось, отлично, в общем, теперь у меня здесь есть, AppModules, вот оно, и я могу его, вот таким вот образом, ну, get, loadModules, вот таким вот образом, я сделаю, и этот, я вас сейчас создам, он у меня будет вот такой, и мне здесь нужно, что сделать, мне нужно, varItems какой-нибудь создать, который будет, newList, или давайте, пусть будет, list, iAppModule, и мне нужно здесь, какие-нибудь фейковые модули, заглубенить, чтобы было с чем работать, то есть, new, AppModule, и у меня, ну, давайте как раз, вот сделаем, вот самый, AppModule 12, здесь сделаем, вот такую штуку интересную, и generate constructor, и я просто скажу, ReSharper, чтобы он мне создал эти поля, ну, в общем, опять спасибо ReSharper, здесь мне нужно поставить, name, ну, пусть будет какой-нибудь, модул, один, здесь у нас запятая, будет какой-нибудь, description, один, вот такой вот, ну, и что-нибудь там, автор, да, по-моему, пусть будет, автор, тоже один, ну, мне их нужно несколько, давайте я вот так и сделаю, здесь, два, три, четыре, а здесь, вы не поверите, теперь будет два, три, четыре, то есть, item у меня есть, и мне теперь нужно apps, modulus, верну интеллию, observable object, и здесь будет items, то есть, теоретически, если я запущу, то есть, когда я запущу, у меня, здесь можно будет уже это все забайнить, но, первым делом, давайте я сделаю такой, дизайн-сорс, вот такой вот сделаю, дата-инстанс, и здесь напишу, ап, а нет, у меня, main, как это называется, viewmodel, main windows, да, main windows, viewmodel, вот, собственно говоря, добавился namespace, и теперь я могу обращаться к этому объекту, я теперь могу написать здесь, item source, не-не-не, source, забайнить его непосредственно уже за этот самый, apps, о, main viewmodel, а как я его назвал, app-modules, app-modules, вот, и я, наверное, создал какой-то шаблон, template, да, list view items template, о, item template, здесь, как обычно, нужно указать data template, а в этом data template можно указать data type, и я могу указать i-app-module, вот таким вот образом, ну и, соответственно, здесь мне нужен какой-то grid, grid, да, grid'а нет здесь будет достаточно, у этого grid'а я хочу, чтобы были, row, наверное, будет правильно, здесь будет row, здесь создадим row definition, мне их потребуется 3 штуки, вот таким вот образом, и здесь я сейчас создам текст блок, вот таким вот образом текст, за binding, то есть привяжем его, ну, что там, автор, name, name у нас вот есть, здесь у нас description, Vipshow, обратите внимание, что после подключения дизайн-сорсу, у меня есть возможность подставлять свойства, ну, и, соответственно, мне нужно здесь указать grid, но я всегда указываю grid, потому что иногда бывает, ну, в смысле, grid row или columns, иногда нужно указывать, иногда нужно их двигать, и, как бы, бывает теряется, там, идентификатор grid, вот, и, наверное, допустим, я сейчас это все запущу, вот, я вижу, что у меня получилось, я вижу модуль 1, модуль 2, модуль 3, в общем, все супер красиво, но, это, как бы, полбеды, мне теперь нужно, каким-то образом, сделать новый проект, в котором сделать какой-то модуль, который подключить, не фейковым образом, а при помощи того, что я должен получить здесь, ну, допустим, через dependency injection, вот, вот, контейнер, через инъекцию зависимости, давайте пойдем в core, открытый dependency, и посмотрим, что мы можем сделать, на самом деле, это сделать сейчас, достаточно проблематично, но, поэтому, я себе сделал сборку, которая называется, updefinition, давайте я сейчас установлю, updefinition, для dpf, вот так, я ее поставлю, здесь я напишу, dpf, вот она, вот она, она, нет, она называется, calla bongo, вот, и я, естественно, буду искать здесь, вот, обратите внимание, что она в бета-версии, поэтому нужно обязательно поставить, вот это вот, потому что, ой, потому что вот это вот, сборка называется, вот так, в общем, я ее себе сейчас поставлю, вот она установилась, ну, и, соответственно, мне теперь нужно ее подключить, и что она делает, она, короче, делает то, что, add definitions models, и мне здесь просто нужно указать папку, пусть эта папка будет models, вот, собственно говоря, все, теперь моя система готова принимать вот эти самые модули, в которых будет все, что нужно. давайте сделаем первый модуль, я сейчас опять запущу в новую visual studio, создам новый проект, это будет снова dpf-class library, dpf-class, а вот она уже есть, а я ее еще, вам молчит, не зря, вот, также положу ее в папку, чтобы опять же не потерять буси, типа черти, меня, и здесь на замыкала, бонго, shell, пусть будет, модул 1, ну, модуле, наверное, вот так вот, неправильно, ну, чтобы вы просто понимали, как этот принцип работает, я сейчас это, создам, этот проект, вот, ну, а теперь мне нужно, вот, в этот же проект, добавить, непосредственно, ссылку на контракт, почему, ну, потому что, потому что, чтобы вот это, контракт, так называемый, ап, модул, чтобы можно было использовать в разных проектах, они должны быть в отдельном, и в одном проекте склеиваться, ну, в общем, меня поняли, давайте я теперь сюда, также, добавлю ссылку на существующий проект, а вот, ColorBongaShell, Contracts, я добавляю, только этот проект, вот, теперь у меня в двух проектах, соответственно, в Shell есть сборка, контракт, и в модуле, вот, тоже есть контракт, ну, понятное дело, что в одном месте изменишь, в другом изменится, теперь, к этим контрактам, я их сделаю в зависимости, то есть, у меня теперь, мой модуль, зависит от контрактов, отлично, и давайте я первый модуль, таким вот образом сейчас сделаю, и назову его, как-нибудь, или давайте, вот так вот, welcome, ап, где, нет, модуль, да, это же не модуль, вот, модуль, но, для того, чтобы это стал модулем, ну, давайте вот так, пусть это показывает, модуль, я вот сначала так, переменую, вот, мне вот этот вот самый, модуль, нужно подключить, к моим, definition, к моему определению, то есть, к моему shell, для того, чтобы shell его нашел, для этого нужно создать новый класс, я вот так, назову, welcome, в, так, ап, где, давайте не так, я вот так вот его назову, control, D, и я, этот класс создал, вот так, это будет как раз, definition, вот так, вот так вот, вот, еще раз объясняю, вот это будет, сам, модуль, да, который будет, каким-то образом, там, ап, модуль, который будет загружаться, ну, вот туда, ну, как бы, в мой shell, а вот этот класс, definition, и он как раз будет являться, вот эта вот цепочка, связующим звенем, который будет, мой shell искать, и для этого мне нужно, а, ну да, конечно, прям, я супер быстрый, мне же нужно, давайте покажу, я же здесь, установил этот самый, где он, ап, definition, теперь мне, по идее, этот же definition, нужно установить вот сюда, чтобы я мог его тоже использовать, ну, давайте, вот так, изменить, install, а, а, вот он, вот я его и поставил, также, не забудьте поставить галочку, ну, я, конечно, верю, что он когда-нибудь выйдет из, бета-версии, ну, вот теперь у меня есть, молокуль, который является, ниша, мне нужно здесь сделать, что, правильно, мне здесь нужно всего лишь нам всего, как раз, вот этот вот, вот этот вот, сервис коллекшн, это тот контейнер сюда прокидывает свои ручонки, чтобы потом подключиться из этого приложения, вот как раз, вот здесь я сделаю, так, вот это вот закроем, сервисы, эд, регистрацию целого вот этого модуля, ну, пусть он будет скоп, допустим, здесь ап, не definition, а ап модуль, вот, я создал модуль, и теперь будет у меня вот такая вот, у него реализация, ну, правильно было бы, конечно, вот так сделать, давайте я сделаю все-таки правильно, я сделаю наследника, и тут она, по идее, мне сейчас прям, welcome, класс, модуль, дефинишн, то есть, другими словами, смотрите, я сделал апдефинишн, это то место, куда, давайте вот так вот это сделаем, это то место, куда нужно прописать все то, что будет запущено в этом модуле, и, соответственно, сам модуль, который представляет собой, ну, вот такой вот класс, давайте здесь какой-нибудь, там, создадим конструктор, welcome, и здесь вот, ну, не знаю, давайте не welcome, давайте по простому, чем-то теперь по-быстрому, вот, и теперь давайте здесь заполним, ну, опять же, сделаем name, а, давайте вот так прям сделаем, get type name, здесь мы сделаем, пусть description у нас будет, ой, не попал, не name, допустим, а, qualified assembly name, да, наверное, ну, если она не будет задана, то будем писать, недоступно, ну, автор, ну, тоже по идее, name должен быть, да, ну, давайте что-нибудь найдем, давайте напишем, это тут есть location, нету, assembly location, о, пойдет, вот, ну, и смотрите, что получается, вот у меня есть модуль, я его теперь уже как бы создал, я хочу его увидеть уже в шее, я, во-первых, ну, настоятельно вам рекомендую делать все модули в релиз, обязательно, я делаю вам build, и у меня есть волшебная кнопка, которая открывает папку программы, я уберу из релиза, беру вот этот вот только модул, нажимаю копировать, и теперь иду во второе, в мое приложение Shell, которое вот сюда нажимаю вставить, вот он появился модул, и теперь самое главное сделать вот что, нажать вот здесь, чтобы этот модуль копировался в нужное место, то есть твою папку, где работает программа, теоретически у меня почти что все готово, и мне нужно теперь этот модель, вот этот модуль получить, так, у меня теперь фейковые эти штуки появились, да, я же переносил, вот, я теперь фейки вот эти вот так вот, закомментирую, в общем, в целом, мне нужно вот эту вот штуку наполнить, откуда там, и вот эти вот items, я, наверное, все-таки сделаю так вот, iEnumerable, допустим, iAppModel, это будут items, и мне теперь эти айтемы нужно получить, так, давайте это отменим, мне нужно вот этот вот сюда, вот эти айтемы прокинуть, а где я их могу взять, у меня их, я предполагаю, будет много, я могу сказать, iEnumerable, iAppModel, 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 это будет выглядеть, здесь, соответственно, iAppModel, 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 давайте запустим, и проверим, что у меня dependencies сюда приходит, потому что, всякое может быть, так, я где-то тут, что-то не так сделал, а оно, конечно, я когда переносил, у меня поменялось название, хорошо, давайте еще раз, ну, и смотрите, у меня модулей пока нет, мы сейчас проверим, почему, соответственно, так, хорошо, так, я забыл сделать одну штуку, которая называется, да, смотрите, я сделал, AppDefinition, который, как бы, должен выгрузиться вовне, во сборку, которая должна где-то в другом месте использоваться, но я абсолютно забыл сделать экспорт, ну, то есть, возможность ее экспортировать, то есть, она должна иметь значение true, чтобы она могла попасть куда-то вовне, давайте пересоберем проект, так, мы в релизе, ну, давайте так, у меня же уже где-то открыто, вот он здесь есть, вот так, теоретически, я могу вот это вот, давайте, пока закрою, чтобы она просто глазами вороет, не мозолила, вот, и так, я сделал сборку экспортируемую, и теперь нужно ее пересобрать, потому что по-прежнему у меня нет никаких референсов на другой проект, только перенос самой сборки, так, я собрал дебаги, копируем, и с дебага, Ctrl-C, папку Modules, ну да, надо сказать, что вот это вот копирование, туда-сюда, если это не сделано автоматизировано, то это на самом деле такая еще задача, нужно делать это постоянно, то есть в разработке это на самом деле так себе задача не из приятных. Так, давайте запустим Breakpoint, я вот тут поставлю, прошла выработка, да, смотрите, у меня появился ремонт, уже стал экспортируемый, ну и в общем-то, в целом я должен увидеть его на UI, я его здесь как раз и увидел, и вот, собственно говоря, я к чему стремился, то есть где-то сделанная сборка с использованием каких-то контрактах, которые при помощи UpDefinition подключаются, ну в общем, вот это все сработало, и как вы видите, можно дальше двигаться и развивать, но суть сводится к тому, что я пока с этим модулем вообще ничего не могу сделать, и это на самом деле проблема, потому что мало в сборку показать, надо, чтобы она, в общем-то, и запустилась, и заработала, давайте теперь сделаем вот что. Я попытался показать, что, собственно говоря, представляет вот эта вот модульность, да, то есть когда через определенный механизм мы получаем содержимое другой сборки извне, не делая референс, а прямо скидывая сборку в папку, и что вот этот вот, так называемый, ну, это пакет, который, ну, правильно было бы, конечно же, разместить в контрактах, чтобы он шарился автоматически на все необходимые сборки, вот он позволяет как раз через такие вот ап-дефинишн и прокидывать или склеивать в кучу вот эти самые модули. Я сейчас вот это вот все закрою, или нет, давайте я просто открою новый Visual Studio и покажу, собственно говоря, то ради чего. Вот этот самый CommandX, вот этот самый Shell, а пока он открывается, я вам покажу GitHub. Давайте вот так, где-то здесь есть мои репозитории, вот они. и здесь уже в доступе находятся те самые CommandX, то есть тот проект, который называется CommandX, давайте я тогда теперь еще немножечко вам про него расскажу, пока он загружается. Итак, есть тот самый Shell, который я сейчас примерно показал, как работает, то есть вот этот Shell делает то же самое. Вот эти вот команды, это набор команд, я тоже на примере модуль 1 сделал для вас. Engine, это тот самый библиотека контрактов, которая устанавливается и сюда, и сюда, соответственно. И есть еще один интересный штука, который позволяет эмулировать вот этот вот проект, чтобы не нужно было тянуть все, а просто, ну, я вам чуть позже покажу. Так вот, ради чего все это начиналось, я как раз вот это вам и покажу. То есть вот тот самый Shell, который уже реальный Shell, давайте я его запущу. Вот так вот он примерно выглядит. И здесь уже есть какие-то библиотеки, модули, которые я могу запускать. Надо сказать, что это не просто Shell. Здесь у меня, давайте вот таким макаром это все покажу. Здесь есть командор, где лежит вот эта папка, где есть настройка, которая показывает, где лежит папка с этими самыми командами. Вот они откомпилируемые, откомпилируемые, собранные, короче, лежат в папке Publish, это я их просто указал в папке, вот они загрузились, ну и, собственно говоря, как вы видите, все работает. Теперь, что я могу сделать? Вот тот самый Welcome, ну, грубо говоря, модуль, вот он тоже самое, что и там, он умеет запускаться, и давайте я уберу Breakpoint, вот, я сейчас просто показываю, да где же я могу добраться? Вот, и у меня вынулось модальное окно, которое показывает, что Welcome вернул мне вот эту вот команду, то есть, модуль отработал, закрылся, и мне вот результат вот этот пришел. Есть еще вот такая штука, ну, например, получение, допустим, экспоната из музея юмора. У меня есть API, я сделал на него реквест через HTTP, как он называется, Client, и у меня вот вернулся с этого музея юмора тот самый экспонат из этого самого сайта, с этого API. то есть, это уже нотификация показывается, что модуль сходил, отработал, вернул мне какие-то данные, вот объект в результате, и, собственно говоря, этот сам объект есть. Это, в принципе, управляется и показывается. Есть еще у меня, допустим, Quiz Service, я тоже могу запустить. Здесь уже открылось другое приложение, которое я могу не просто потыкать, а это уже приложение, которое полноценно, вот каждый раз, когда я кликаю, уходит в базу, получает результат, в смысле, уходит в API, получает результат и показывает на экране, и, в общем, здесь я могу сделать достаточно сложные, серьезные вещи, включая там и валидацию и так далее. А вот тот самый notification, который пришел, результата нет, потому что этот модуль ничего не передал на Shell, и он, собственно говоря, так мне и сказал, что результатов нет, но выполнился успешно. То есть никаких проблем, собственно говоря, с этим на API не было. Ну, и есть еще вот один сторонний, так сказать, модуль, как он называется там, команда, которая проверяет статус нового плательщика. Обратите внимание, что, я, наверное, чуть позже покажу, ну, то есть здесь нужно ввести валидный NN, ну, да, NN, я того, допустим, не знаю, обратите внимание, что у меня кнопка вот срабатывает на предмет валидации, то есть если здесь у меня символов мало, то она не горит, а если вот, вот, как нару, все, вот он запросный сервер, ну, понятное дело, что он некорректный, но суть сводится к тому, что, смотрите, если я сейчас, окей, если я сейчас второй раз запущу, он запустится быстрее, если вы не обратили внимание, перемотайте назад, смотрите, здесь появлялась тенья полоска, которая позволяла, которая делала следующее, это штука, ну, давайте тоже покажу, на самом деле, это тоже важно, я про это потом все буду более подробно показывать, мы будем наверняка делать больше видео, чтобы это создавалось более понятным, давайте так, открою проект, и здесь открою этот самый командекс, открою команды, ну, в частности, вот у меня вот этот tax status, опять же, это все выложено на гитхабе, вы можете сами посмотреть, вот, обратите внимание, что у меня вот этот tax payer status, он использует сборку, которая называется, вот, token generator, я ее просто прилепил, чтобы было понятно, что это такое, и суть сводится к тому, что у меня в командексе, вот этой сборки нету, и создается вопрос, так, это Callabonga Shell, это не тот Shell, давайте его закрою, вот командекс, а у меня вот в, а, не тот, вот он, у меня в этом командексе, который здесь вот запускает эти команды, вот этой сборки нету, то есть Callabonga есть, их всего две, engine тот самый, нугит пакет связующий, и 3DK, builder, а та сборка, которая генерирует токены, она лежит только здесь, так вот, важно понимать, что вот этот Shell, имеет следующее, давайте я вот так вот покажу, нет, вот есть такая кнопка, и есть вот эта папка, и давайте, так, я в дебаге создаю, я в дебаге создаю, давайте я удалю все, вот так вот вообще, не дает, ну ладно, не важно, вот что хочу показать, есть папка ArteVax, сейчас я вот ее удалю, и вот таким вот образом, сделаю, чтобы ее, давайте даже, вот этот уберу, чтобы не мешался, и сделаю вот так, вот, у меня есть возможность, закрепить, вот, окно, и, обратите внимание, сейчас я буду запускать сборку, заново, а то есть, эту команду заново, из окна, вот таким вот образом, и у меня появилась папка ArteVax, в ней пока, соответственно, ничего нет, вот этот шилл, он умеет находить, ну, это пакеты, ну, опять же, так, хитрый, хитрый способ, который использует это приложение, я нажимаю запуск, у меня прошла опять, эта зеленая полоса, здесь открываю нугет, смотрите, Tax Player, то есть, та команда, которая сейчас запускала, она запустилась, она нашла ту сборку, которая работала, она нашла, что она лежит в нугет пакете, в таком-то, она нашла, что версия такая-то, и вот содержимое этого нугет пакета, соответственно, то есть, она нашла, запустила, подключила этот нугет пакет к программе, и запустила само приложение, то есть, если, допустим, будет там SQL сервер, что, собственно говоря, не мешает вам сходить в SQL сервер, или в Postgres, опять же, сделать какие-то реквесты, дернуть какие-то стори процедуры, вот этот команды позволяют все это делать, вот, что я хотел, собственно говоря, показать, более того, ну, тут уже есть некоторый такой функционал, например, я могу сделать, вот, получение, или там, tax, как он там по-английски, tax, вот, pair, или просто pair, в общем, уже и биржа поиск работает, ну, еще немаловажная часть, так, я давайте уберу, breakpoint мне не нужен, есть о программе, так, с этим нет, тоже уже, как он, получается, так, все, отключил, вот, собственно говоря, about, она показывает, что папка наполнилась, команда лежит в этой папке, ну, в общем, вот такая вот уже приблуда, есть, она уже работает, я вас прошу, посмотреть, если интересно, поковыряться, сделать, какие-то, может быть, комментарии, мне, в принципе, будет, на самом деле, очень полезно, ваше мнение, по поводу того, что вы сейчас увидели, ну, и на этом, я, наверное, с вами попрощаюсь, потому, что я и так, достаточно сильно затянул, эту демонстрацию, в общем, и в целом, если возвращаться, к нашим, так сказать, баранам, то суть сводится к тому, что, можно сделать, модульное приложение, причем, на самом деле, достаточно, получается, гибкое и мощное, в том смысле, что, модули могут быть абсолютно управляемыми, в том смысле, что эти модули могут иметь валидацию, могут входить в разные сервисы, могут сами быть сервисами, то есть, теоретически, вот эта вот конструкция, которая здесь указана, она уже, как бы, в каком-то виде закончена, ну, бета, да, безусловно, и тем не менее, я буду продолжать ее делать, если есть желание подключиться, посмотреть, попробовать, велкам, а так, вам всего доброго, и пишите правильный код.